Директор школы должен уметь все. Решать тактические сиюминутные задачи и просчитывать стратегии и перспективы развития школы. Директор школы всегда на виду. Все его признают авторитет, интересуются его мнением, творческими планами. Одним словом, личность директора всегда вызывает любопытство у школьников и у их родителей, ну и, конечно, у педагогов. Я представляю гостя в студии. Ирина Николаевна Каковина, директор школы номер 3 промышленного района города Самары. Здравствуйте, Ирина Николаевна. Здравствуйте. Ну что ж, давайте мы с вами побеседуем. Я попрошу первый вопрос, наверное, вас ответить. Что на сегодня из себя представляет ваше общеобразовательное учреждение? Я знаю, вы руководите им 19 лет. И вот даже если сравнивать 19 лет назад и сейчас, сильно ли изменилась школа? Да, спасибо. Я возглавляю школу промышленного района, школа номер 3. У нас на сегодняшний день обучается около 1200 учащихся. С 1 по 11 класс. У нас ребята на углубленном уровне изучают два предмета, русский язык и математика. Кроме этого, у нас очень большая сеть дополнительного образования на базе школы силами наших преподавателей. Это очень удобно для родителей, поэтому мы с удовольствием используем ресурсы, помещения, оборудование школы во внеурочное время. Это очень удобно. И родители делают каждый год заказ на открытие той или иной секции или кружка. Это веяние времени. Я хочу сказать, что школа до пандемии и школа после пандемии – это две большие, две большие разницы. То, что случилось, то, что происходит в течение более чем полутора последних лет – это рост, это взрыв, это катастрофа. И все это вместе. Учителя стали другими. Когда мы были брошены в новый абсолютно для нас формат дистанционного обучения, когда мы не владели этими умениями, когда мы не могли использовать сами программы, когда не было настройки, когда не было понимания, как, каким образом мы теперь будем учить детей, с одной стороны. А с другой стороны, и дети наши не имели представления, что нужно и как нужно, и родители, как нужно продолжить это обучение, сидя дома. С одной стороны, невозможно заставить ребенка самостоятельно, сесть и обучаться, как это в школе происходит. Еще к этому добавляется отсутствие нескольких ресурсов, нескольких инструментов для обучения. То есть, если это ноутбук, то он должен быть для каждого ребенка, потому что занятия идут в одно и то же время. Это определенная сложность, во-первых, научить, как этим пользоваться, а во-вторых, иметь это оборудование. В наличии хотя бы дома, конечно. В наличии устойчивый интернет и так далее, и тому подобное. Все, что произошло, и мы в течение одной четвертой четверти, вот позапрошлого учебного года, все это осилили. Мы вместе с нашими родителями. Вот если вспомнить то время, перед вами, как руководителем, стала такая непростая задача. Вот вспоминая, вы быстро адаптировались? Кто вам в этом помогал? Мы вынуждены были адаптироваться быстро. Среди учителей, конечно, есть ребята, в основном это молодые ребята были, которые с легкостью освоили эту программу сами. Молодые педагоги вы имеете в виду, да? Педагоги, конечно. Которые с легкостью сами освоили эти технологии. И в режиме, в дистанционном мы начали обучать весь коллектив педагогический в школе у нас. Тем самым обучая и родителей, потому что и дистанционные собрания, и дистанционные семинары для родителей мы вынуждены были проводить для того, чтобы понять, как включить камеру, как выключить камеру, как подключиться. Учителей обучали, как подключить презентацию, каким образом данная презентация может отличаться от другой. Но самая большая проблема, конечно, для всех, и я уверена, что она в должной мере не решена на сегодняшний день, обратная связь. Каким образом проверить? Каким образом проверить? Потому что, выполняя контрольную работу, конечно, все дети, разная подготовка и разное стремление получить отметку, ее никто не отменяет. И ребята использовали все возможные ресурсы для себя, да. А учитель должен был проверить все это своими глазами, и все это, конечно, в электронном виде, это большая проблема для учителей была. Ну, а потом, качество выполненной контрольной работы здесь же тоже имеет место быть. Скажите мне, пожалуйста, уважаемая Ирина Николаевна, какое звено, на ваш взгляд, мы сейчас говорим только о вашей школе, наиболее пострадало сильно в плане успеваемости младшие классы, средние или высшие? Я хочу сказать, что младшие классы у нас в Самарской области были на дистанции только одну четверть. В течение этого года... Если суммировать, да? Нет, всего. В течение этого года начальная школа не была на дистанции. И в течение всего прошлого года начальная школа не была на дистанции учебного года. Они были на дистанции только весна 2020 года. То есть окончание, одна четверть окончания 2020 учебного года. Ну, осенние каникулы, недельку лишнюю отдохнули, тоже было дистанционное обучение. Да, да, да. Но это незначительная часть по сравнению с учащимися, которые, например, сейчас обучаются в девятых классах. Ну, например, ребятам предстоит итоговая аттестация, они заканчивали седьмой класс дистантно, они в прошлом году всю четверть в восьмом классе были на дистанте, и они в этом году тоже прихватили дистанционное обучение. Но все же мы надеемся, мы очень надеемся, что наши выпускники этого года, и ученики девятых, и ученики одиннадцатых классов, достаточно взрослые, зрелые, умные ребята, и они понимают всю важность самообучения, самостоятельного элемента в обучении. Конечно, все учителя надеются, и все директора очень надеются, что дистанционное обучение кануло в лету как таковое. Ну, то есть вы видите в дистанционном обучении не только минусы, но все же какие-то плюсы, может быть, существовали, ну, вот прорыв какой-то вот даже компьютерный, вы чему-то ведь новому научились, безусловно, тоже. Безусловно, мы очень, я рада продвижению коллектива в этом направлении. Это, еще раз повторюсь, это другие люди, потому что умение владения компьютерной техникой, владение изготовлением презентации, невозможно провести дистанционный урок без подготовки электронной, ну, в той или иной презентации, либо какой-то там гугл-формы для обратной связи, потому что много различных возможностей для того, чтобы качественно провести дистанционный урок. И, конечно, учителя их освоили, конечно, это большой рывок. Я еще хотела бы сказать... Я думаю, что дистанционная форма хороша, не стоит о ней забывать. Ну, как пример, проведение родительских собраний. Это прекрасная форма, потому что проведение родительских собраний очно и для знакомства, безусловно, нужно, но текущие или тематические родительские собрания в дистанционной форме – это прекрасная находка для хорошего классного руководителя, который подготовит это собрание, обеспечит присутствие родителей, а родителям, безусловно, это удобно. И вопросы все будут по теме и исключительно по теме. Да. Скажите, пожалуйста, вот один из мифов я слышала, что у педагогов больше времени появляется, не нужно ходить в школу, то есть не нужно тратить время. Все это дома, спокойно, в домашней обстановке, проверка тетради и проведение уроков. Скажите, вашим педагогам было сложно на дистанционном? Конечно, это миф. Конечно, это миф. Я… Несколько примеров. Во-первых, не все педагоги могли проводить дистанционно из дома уроки. Все зависит от мощности интернета, от силы, от возможностей тех коммуникаций, которые в конкретном доме, у конкретного педагога. И так как в школе более устойчивая интернет-связь, многие учителя, когда это было возможно, приходили, конечно, в школу проводить уроки. Потому что и доску можно использовать, и ты объясняешь у доски, это тоже никто не отменял. И все материалы, конечно, да. И все материалы, конечно, здесь. Вы как директор, да, вы как директор были всегда на посту? Да, конечно. Конечно. Единственный у нас был период изоляции, самоизоляции, да. Тогда мы работали из дома, но это был крайне небольшой период, мне кажется, несколько, пару недель. То есть здание школы, сохранность имущества, обеспечение там работы всех коммуникаций, это никто не отменяет. Конечно, я как директор школы не только за учебный процесс отвечаю, но и за здание в целом. Ну вот, кстати, а с какими проблемами столкнулись учителями еще? С какими просьбами они к вам обращались? И как вам в этой непростой ситуации удалось сплотить сотрудников? Удалось? Удалось. Удалось. Вот я начала говорить о том, что учителя молодые, наша молодежь, они возглавили вот это умение общее, каким образом провести дистанционный урок. И мы еженедельно стали проводить небольшие семинары с приглашением всех. А представляете, какая возможность, когда есть возможность провести урок так, что на него могут попасть все коллеги? Это действительно только дистанционный урок такую возможность дает, потому что иначе одновременно проходят уроки у коллег, да. И когда приглашали, и делились этими, и работа в подгруппах, что тоже возможно при проведении дистанционного урока. И отдельные новые формы организации учебной, вот обратной связи через организацию Google Form, этому тоже научились все учителя. Конечно, сплочение. Конечно, более взрослые, более опытные учителя начали доверять нашей молодежи, потому что они в данном случае были в авангарде, они были впереди этого обучения, с одной стороны. С другой стороны, конечно, понимание, что что-то может происходить, произойти, что-то может случиться, дало возможность сплотить коллектив, потому что мы все встали в решении одной задачи. Как сделать так, чтобы процесс обучения был столь же высоким по уровню, как и приочным. Прежде. Да. Очень немаловажный вопрос в конце я хочу вам задать. Скажите, пожалуйста, как на сегодня обеспечена безопасность в школе для учеников и для педагогов? Да, это вопрос очень серьезный. Очень серьезный вопрос. И трагедии, которые происходят и в мире, и у нас в стране, предлагают нам решения различные. Ну, безусловно, у нас в школе существует физическая охрана. Физическая охрана – это охранник, который обязательно в руке постоянно имеет кнопку для вызова группы быстрого реагирования. И заходя в школу, прежде чем мне охранник доложит о ситуации, он обязательно в руке покажет. В руке эта кнопка должна быть. Это важно. Мы это проверяем и считаем это важным для контроля. Безусловно, система оповещения. Я знаю, что сейчас во многих школах, если она была недостаточно высокого уровня, это монтируется, много делает департамент образования для того, чтобы это было на должном уровне. Система оповещения при возникновении какой-то чрезвычайной ситуации. Ну и, конечно, плановые эвакуации, учебные эвакуации, когда дети без страха и без паники должны понимать, какие действия каждый сотрудник понимает, на каком посту, какая у него ключевая задача при проведении того или иного учебного мероприятия. Спасибо вам большое. Но я не хочу заканчивать на такой серьезной ноте. Хочу предоставить вам заключительное слово. Пожалуйста, что бы вы сегодня, сейчас хотели пожелать, конечно, своей любимой школе, педагогам, коллегам, родителям, ну и детям, конечно, пожалуйста. Здравствуйте, дорогие ребята. Спасибо большое. Очень интересное, теплое интервью. Ну а мы не прощаемся. И я продолжу разговор с директором школы номер 29. Еще раз вас благодарю. Спасибо. Общеизвестно, что школа достигает определенных результатов не сама по себе, а при хорошем руководстве. Директор школы – это одновременно и управленец. И генератор идей директор подбирает коллектив единомышленников и руководит благоустройством школы. Директор проводит уроки и занимается вопросами школоведения. И я продолжаю программу. Ирина Михайловна Отапина, директор школы номер 29 городского округа Самара Октябрьского внутригородского района. Здравствуйте, я приветствую вас. Добрый день. Да. Ну и продолжим разговор. И хочу вас спросить, вот если все-таки сравнивать современных детей с детьми, ну, предположим, 20 лет назад. Скажите, пожалуйста, что вас сейчас в них радует? А есть, может быть, то, чего раньше не было? Конечно, дети, которые были 20 лет назад и сейчас, очень отличаются друг от друга. Ну, с одной стороны, они дети, они такие же дети для нас, как и были. Но в чем отличие? Современные дети, они более свободные в выражении своего мнения. Они более открытые, если они хотят что-то доказать или обосновать. Но в то же время, если говорить о коммуникации, то коммуникация, конечно, у них страдает в плане того, что гаджеты занимают очень много времени. Об этом, я думаю, многие говорят. И мы тоже это замечаем. И поэтому одна из задач нашей, конечно, развивать детей в этом направлении, чтобы они правильно коммуницировали друг с другом. И на уроках разговаривали, и с педагогами общались, и на экзаменах тоже. Ну, вот система ЕГЭ, к сожалению, этого не позволяет, но будем надеяться, что вернется все на круги своя. Но тем не менее, скажите, пожалуйста, сколько лет вы работаете вообще в педагогической сфере, как вы стали руководителем школы? Вот об этом, пожалуйста, давайте побеседуем. Ну, в образовании я с 1987 года, скоро 35 лет. Поэтому достаточно давно. А в этой школе, в школе 29, практически 10 лет. Директором? С 2012 года, да. Что из себя сегодня представляет ваше общеобразовательное учреждение? Я попрошу рассказать о коллективе, о материально-технической базе и сколько детей учится в школе. Ну, во-первых, наша школа с богатой историей. Хочется начать именно отсюда, потому что в 23-м году наша школа будет отмечать 100-летие. Школа поменяла несколько зданий. Это здание, в котором мы сейчас находимся, это с 81-го года. Конечно, школа, она богата традициями. Традиции в первую очередь создают педагоги. Педагогический коллектив замечательный. Он всегда был в этой школе замечательный. И сейчас тем более. Много и молодых, и опытных. Это тот сплав, который вот необходим. Одни учат, другие берут у них то, что нужно обязательно взять с собой в будущую педагогическую свою деятельность. Поэтому у нас есть и совсем юные педагоги, и зрелые. Если говорить в целом о коллективе, то он очень творческий, легко поднимается, скажем так, на любые конкурсы, на любые мероприятия. Школа в этом году стала базовой площадкой Самарского медицинского университета. Мы являемся базовой площадкой Самарского государственного технического университета. Кроме того, школа является одним из 12 образовательных учреждений области, которые стали победителями всероссийского проекта, организованного Сбербанком «Вклад будущего» по развитию личностного развития детей. И в данный момент мы работаем в рамках этой программы, которая рассчитана на 3 года, и педагоги активно включились. И наш проект здесь – это развитие личностного потенциала ребенка. А вот эти все программы, проекты, инициаторами их участия являются педагоги, или вы как руководитель? Это по-разному. Во-первых, иногда инициируют педагоги, иногда подсказку дают дети, иногда подсказку дают родители. Но ни одна программа не пойдет, если не будет работать коллектив в целом, я вас уверяю. Ни один человек, один в поле неволи. Совершенно верно. Поэтому, конечно, тандем, сплав и, естественно, позитивный настрой на результат. А это у нас есть. Я попрошу вас сейчас порассуждать на тему дистанционного образования. Мы с вашей коллегой до вас в студии об этом поговорили. Ваше мнение отразилось, как на вашей школе, дистанционное именно обучение. И больше плюсов или минусов вы все-таки видите в этом формате? Наверное, трудно делить на плюсы и минусы. Да, это реальность. Так сложилось. И решение о том, что переходим на дистанционное образование, не всегда мы принимаем. Это принимает и штаб региональный, и городской округ Самары. Но иногда бывает и мы переходим в связи с тем, что заболеваемость в классе превышает 20%. Поэтому говорить о том, что хорошо, что плохо, да, это случилось. Это была данность, что хорошо, скажем так. Конечно, и педагоги, и дети быстренько включились в освоение нового. А всегда освоение нового – это движение вперед. Мы не можем стоять на месте. Поэтому все современные технологии были освоены и опытными, и зрелыми педагогами под руководством молодых, ну и, соответственно, молодыми. Дети, конечно, и дети учатся общаться иначе. Тоже им приходилось осваивать интерактивные доски, которые находятся в рамках тех программ, на которых мы работаем. Но что отрицательное? Что отрицательное, мы не видим воочию, глаз детей, которые заряжают педагогов и детей, именно общение дополнительное. У нас есть 30 минут урока. Больше мы не можем по нормам СанПин находиться с детьми в виртуальном режиме. И поэтому хотелось бы, конечно, побольше с ними поговорить, обсудить. Ну, в общем-то, есть, конечно, свои такие вот нюансы. Ну, справились. Конечно, справились. Да, педагогический процесс был налажен в полной мере. Налажен, абсолютно, да, с техникой справились. Дети тоже, и родители, я думаю, уже включились в этот процесс. Деваться нам некуда. Да. Ну, давайте о педагогическом процессе тогда в таком случае поговорим более подробно. Вот, знаете, у меня вопрос исключительно как мамы, детей, которые учатся пока в начальной школе. Скажите, стоит ли заставлять ребенка учиться и нужно ли его контролировать? По поводу заставлять. Может быть, слово заставлять как-то его заменить, именно создать условия для его мотивации на учебу, скажем так, по-другому. Потому что начальная школа – это тот период, когда мы учим детей учиться, учиться самостоятельно, учиться самим и выстраивать свой учебный график. Без помощи родителей ни за что не получится, потому что родители помогают ему выстроить режим дня, организовать сам процесс, и тем самым они его мотивируют на то, что ты должен учиться. Но все дети разные. Но, да, дети разные. Некоторым детям нужно конкретно сказать о том, что это твоя нынешняя такая работа. Да, то есть, конечно же, в зависимости от детей, но в общей массе. Конечно же, когда у детей есть собственная внутренняя мотивация, результат будет быстрее. Поэтому мы и говорим, начальная школа – это время научить ребенка учиться. Поэтому мы применяем, в общем-то, разные методы. И иногда и психологи выходят, очень много проводят работы с детьми вот именно в этом направлении, чтобы замотивировать на получение новых знаний. Ну, хорошо, это все-таки работа учителя или учителя и родителей? Совместная. Совместная работа. И учителя и родители обязательно, потому что и дома, и в школе мы должны идти в одном направлении, и тогда будет результат. Хорошо. А встречались ли вы с тем, что родители выбирают за ребенка, в каком направлении ему развиваться? Ну, вот, к примеру, говоря о том, что ты гуманитарный, математика не для тебя. Вот что с этим делать? Знаете, это бывает, но все реже и реже бывает. Потому что вот мы когда говорили с вами вначале о детях современных, дети больше имеют право голоса, скажем так, они другие. И они могут обосновать. Конечно, для того, чтобы понять, куда идти, в каком направлении, ранняя профориентация, она нам помогает. Да. Мы говорим очень рано с детьми о профессиях и о наклонностях. Это не только мы, это работает и в федеральном масштабе программы, тут и большая перемена, и проектория, и билет в будущее, много чего. И мы то же самое видим детей, на что они способны. Тогда, если ситуация вдруг такая случается, нужно с родителями вместе найти точки соприкосновения и показать родителям с обоснованным ответом, что, посмотрите, у ребенка результат будет здесь, его интерес к профессии вот в этой области знаний. Садимся иногда даже вместе. Классный руководитель выбирает вместе вуз с родителем, с ребенком. Смотрит, какие предметы сдавать, на что быть нацеленным и так далее. Поэтому в 10-11 класс они уже идут по конкретному направлению. И действительно ли у педагогов ваших хватает времени, сил и внимания уделить вот именно это внимание каждому ребенку? Так оно и есть. Может, традиции школы? Такое это есть. Потому что если и в традиции школы обязательно это заложено. Каждый педагог, каждого ребенка ведет, скажем так, ведет и сопровождает. То есть он его тьютер, классный руководитель, ну, как мама, как мы привыкли говорить. Он видит его проблемы, иногда родители не замечают, а учитель видит и обращает внимание родителей. Посмотрите, у вашего ребенка сегодня немножко другое настроение. У вас сегодня настрой вот на другие знания, скажем так, если уж касательно этого вопроса. Поэтому здесь только совместно, совместно, всем троим, ребенок, родители, учители. Семья, школа, да? Да, однозначно. Да, я знаю, что очень много среди ваших выпускников известных самарских и уже прославивших наш город за пределами России. И в России в том числе, я думаю, что приятно будет вспомнить, да, тех выпускников, гордость вашей школы. Ну, у нас очень много выпускников, всех сразу и не назовешь, но вот если говорить прям вот о публичных, личностных, конечно, это и Павел Александрович Покровский, заместитель общественной палаты Самарской области. Это Алексей Петрович Дегтев, председатель Думы городского округа Самары. Это Сергей Войтенко. Ну, и много-много других известных выпускников, которых, ну, наверное, передачи не хватит назвать. Вот они, кстати, известные выпускники, хорошо учились в школе? Я про всех не могу сказать, но я думаю, что вот кого я назвала, учились хорошо. И они очень тепло всегда отзываются о школе. Они к нам приходят, они на вечера встречи, на встречи с педагогами всегда бывают, очень тепло отзываются. А скажите, вот с учетом вашего опыта, успешность в школе, это действительно продолжение успешности в жизни, или это не всегда бывает? Не всегда. Не всегда. Иногда, если говорить об успешности с точки зрения оценки, то вот как раз именно с точки зрения оценки не всегда бывают дети, которые, развиваясь именно в неурочной деятельности, социально активные дети, становятся потом очень успешными в жизни. И также получают образование не одно и становятся в дальнейшем, ну то есть тем, кем хотели стать. Но все-таки стоит, а вот ваш совет, какой родителям стоит ли беспокоиться родителям, если ребенок, ну вот к примеру, приотстал вот о дистанционном обучении, о котором мы с вами говорили, и он не может нагнать программу, кто здесь в первую очередь должен помочь? Я недаром задаю вам этот вопрос, потому что очень многое сейчас школа перекладывает на родителей. Все-таки учитесь дома, это дома, очень большие домашние задания. Вот как здесь поймать вот именно этот баланс? Когда мы первый раз уходили на дистанционное обучение, вот мы как раз с этой проблемой это и столкнулись, потому что, конечно, для всех это было новое и достаточно сложное. Как только дети, сейчас мы немножечко перестроились, я думаю, родители и дети, как только дети выходят с дистанционного обучения, то обязательно первые темы, все темы идут как обобщение и повторение того, что было в дистанционном формате. Я сама тоже веду предметы, у меня химия на углубленном уровне в старшей школе, и мы обязательно еще раз возвращаемся к каждой теме, потому что мы должны это прочувствовать вместе с детьми, что вот здесь у нас пока пробел, надо вернуться к этому. Каждый педагог обязательно с детьми это проговаривает. В рамках даже новой темы обязательно есть время на то, чтобы можно было догнать пропущенный материал. Ирина Михайловна, ну что же, так быстро пробежало наше с вами время программы. Ну, конечно, я хочу вам предоставить заключительное слово. Вот сегодня, что бы вы хотели пожелать своим коллегам, родителям, ну и, конечно, детям? Для кого вы работаете в первую очередь? Это дети. Вы знаете, уважаемые, скажем так, дорогие мои ученики, уважаемые коллеги, родители наших детей. Конечно, школа живет тогда, когда в ней смех детей, когда радость от получения знаний, получения новых открытий. Поэтому, конечно же, я вам хочу пожелать, как часто я вам говорю в наших личных беседах, мечтайте. У мечты есть замечательное свойство сбываться. И наши мечты всегда с вами направлены только в прекрасное будущее. Всем хочу пожелать здоровья, творчества, не энергии неугомонной, ну и быть нам счастливыми вместе в школьном коллективе. Спасибо большое за интервью. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. А мне хочется пожелать, чтобы именно в вашей жизни был такой педагог, которого вы помнили всю свою жизнь. Всего хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова